Всем привет! Когда я спрашивал в конце видео про Таро, нужно ли продолжение, я даже не думал, что будет настолько позитивная реакция. И раз эта тема вам настолько понравилась, вот сразу и вторая часть. Вы все большие молодцы, что поддерживаете темы, которые вам нравятся. Самый залайканный комментарий, кстати, довольно бизарный. Итак, в прошлом видео мы немного погрузились в историю карт Таро и прошлись по номерным, с нулевой по девятую, заодно сравнивая их со сепишной колодой от художницы Санни Клокворк. Всего карт 22 штуки, так что нас ждет продолжение путешествия по тайнам карт Судьбы Решающих. Десятая карта иллюстрирует абстрактное понятие. Тут нарисовано колесо Фортуны. В любимой колоде гадалок и прочих цыганских фокусников, то есть в коммерческой Райдера Уайта, набито много разных алхимических символов, еврейские буквы, разные мифические существа. Ничего не понятно, но очень интересно. Чтобы понять, что тут вообще происходит, надо посмотреть на карту из оригинальной колоды. Причем даже не на эту, уж более графон плохой, а скорее вот на эту. Тут графон лучше. Мы видим, что на колесе Фортуны катаются не какие-то мифические существа, вполне себе люди. На верхней части колеса довольный, хорошо одетый человек, в нижней части какой-то нищеброд. По сторонам что-то среднее между ними. Такова Фортуна. Если доверяешь свою жизнь удаче, можешь немного приподняться, но колесо обязательно провернется и снова окажешься внизу. Впрочем, и обратная для ловцов удача иногда тоже бывает справедливо. В середине колеса сидит слепая богиня удачи Фортуна, которой абсолютно пофигу на все проблемы, привязанных к колесу людей. Она просто крутит ручку этой машины удачи. Вот тут ручка виднее. Хотя на этой картинке Фортуне кажется даже нравится смотреть на процесс. Кстати, это уже даже не Таро, а иллюстрация из книги 12 века под названием «Сад удовольствий», который написала безумная монахиня по имени Герада. Картинки из этой книги хороши настолько, что их растащили не только в Таро, но и по всей европейской культуре. У Сани и Клокворк, впрочем, тут совершенно другой взгляд. Все колесо Фортуны символизируется церковью разбитого бога, той организации из мира SCP, что отвечает за многие технически аномальные объекты. Разные части колеса символизируют разные ветви этой организации, а вращение самого колеса, получается, должно показывать, как они-то приближаются к своей заветной цели – создание бога из машины, то удаляются от нее, похоже на правду. 11 карта называется «Правосудие». В картах Таро тут еще одна римская богиня на букву F – Фемида. Известный образ женщины с весами, которыми она судит, и мечом, которым она карает виноватых. В картах же SCP тут объект SCP-1730 под названием «Что случилось в Зоне 13». Очень объемный объект. Тут только чтение объекта на этом канале состоит из четырех частей, и на самом деле объект прочитан все еще не полностью. Суть объекта в том, что в нашу реальность телепортируется целый комплекс содержания SCP из другого мира, в котором фонд уничтожает все аномалии. Вот только объекты устроили там нарушение условий содержания и мстят человеком. У этой истории есть даже небольшое продолжение, где SCP-993 клоун Помпон организовал комплекс содержания, где аномалии держат людей. Как по мне, не совсем удачный выбор объекта, но карта зато сама по себе выглядит эпично, и это хорошо. Карта с номером 12 изображает повешенного за ногу человека. Разного рода мистики напридумывали просто огромное количество самых разных трактовок, но реально ее смысл слишком прост и однозначен, чтобы их даже упоминать. Дело в том, что такой способ казни был достаточно распространен в Италии, в ту эпоху, когда зарождалась Таро. Законы Милана, того города, в котором, как считается, нарисовали первую подлинно известную колоду Таро, предусматривали такое наказание для предателей. Предателя подвешивали за ногу на перекладине и снимали только когда тот умирал. В SCP по версии художницы Санни Клокворк ему соответствует посол Алагада из SCP-701, который по одной из версий является посланником Повешенного Короля, а по другой самим Повешенным Королем. Кстати, у самой Санни Клокворк есть собственный лор Повешенного, ведь она написала SCP-2732 и несколько рассказов, из которых мы узнаем, что Повешенный Король появился тем же путем, что SCP-1440, который был упомянут в предыдущем видео. Однако, если SCP-1440 выиграл у смерти жизнь, то Повешенный Король напротив жизнь проиграл, но цепляясь за нее, он отдал братьям смерти свой народ, которым правил, чем совершил страшное предательство. Теперь он вечно умирает в петле, в городе Алагада, который болтается где-то между мирами. Кстати, Алагада стилистически похожа на итальянский город-государство той эпохи, что еще больше укрепляет сходство. Зловещий 13 номер имеет не менее зловещая карта под названием Смерть. Тот редкий случай, когда символизм колоды Райдера Уайта превосходит оригинал. На самой карте мы видим всадника на бледном коне, который держит в своих скелетизированных руках черный флаг, на котором изображен цветок лотоса. Цветок этот известен тем, что живя посреди болотной грязи, он способен оставаться чистым и сохранять свой идеальный белый цвет. Его просто физически очень сложно испачкать. Под копытом смерти лежит король, корона которого упала с его головы и теперь валяется в грязи. Туда же, то есть в грязь, собираются отправиться и три человека справа. И не только они, и президенты, и нищие, и гуру великих учений, и всякие ноунеймы. Какой бы жизнь человек не прожил, и какими бы статусами себя не обвесил, так или иначе он умрет. Когда-то умрут и страны, и цивилизации, и даже сама вселенная. Какие бы верования, ритуалы и представления бы люди не городили вокруг смерти, этот белый цветок будет свести в любой грязи. Оригинальная карта не слишком примечательна. На ней изображен мрачный жнец Grim Reaper. Популярное изображение смерти в культуре. Разве только бросается в глаза то, что у карты нет подписи, потому назвать ее нельзя. Можно лишь сказать, что это та самая карта или безымянная карта. В SCP колоде это упомянутые три брата смерти, которые причастны и к SCP-1440, и к SCP-701, и ко многим другим объектам. А если верить тому, что написано в хабе смерти и докторов, с братьями смерти связан SCP-049, чумной доктор. Вернее, чумные доктора, потому что история появления 49-го из этого хаба предполагает, что их много. 14-я карта называется Умеренность. На ней, что в коммерческой, что в оригинальной колоде, изображен распространенный символ этой добродетели. Женщина, которая переливает воду из одного сосуда в другой. При этом вода часто льется под каким-нибудь невозможным углом. Мне так и не удалось найти объяснение, почему образ умеренности именно такой. Так что пишите в комментариях свои предположения. Подозреваю, что это какая-то очередная греческая богиня, потому что умеренность, как добродетель, придумали древние греки в учении под названием Сафросиона, где высшей и добродетелю считалась умеренность, скромность, благоразумие, а также безупречность и самоконтроль. В SCP за умеренность отвечает изображение якоря Скрэнтона, устройство, которое часто упоминается в разных SCP-объектах и рассказах, предназначение которого в том, чтобы стабилизировать реальность и подавлять всякую аномальную активность. Механизм его действия описан в видео про физику SCP-Июмы. Там довольно много всего. В этом видео скажу просто, что при его включении, всякая паранормальщина становится более умеренной в своей паранормальности. Для тех, кто жаждет подробностей, они есть в видео в подсказках. На 15 месте у нас карта под названием Дьявол. На коммерческой колоде изображен никто иной, а Бафомет. Культ Бафомета впервые упоминается в документах французской инквизиции, когда-то обвинила рыцарский орден Тамплиеров в том, что вместо того, чтобы как полагается рыцарям рыцарствовать, они поклоняются Дьяволу и даже лично с ним тусуются. Единственное свидетельство существования такого культа – это полученные под пытками признания рыцарей. Впрочем, те, кто не соглашались, что они поклоняются Бафомету, запытывались до смерти, так что источник довольно сомнительный. Впрочем, тех, кто соглашался с обвинением, сжигали на костре. Такие вот были классные времена. Любишь рыцарскую романтику, люби инквизицию, как говорится. Но что нам поможет понять смысл карты? Это то, что в обвинении был еще и такой момент, что как-то рыцари слишком богаты и хорошо живут, погрязли в удовольствиях и распутстве. Что на карте демонстрируется тем, что мужчина и женщина прикованы к трону чудовища. То есть, как бы они в плену своих грехов. Впрочем, в оригинальном Таро дьявол изображен совершенно по-другому, потому что каноничный образ Бафомета придумал мистик Элли Флеви в 19 веке. А в костер незадачливые рыцари отправились в 14. В документах инквизиции описаний Бафомета нет. Потому художник рисовал, как умел. Крылья летучей мыши, рога оленя, глаза на животе, рыцарские доспехи, не прикрывающие одну важную часть тела. В SCP на карте изображен объект 2980. Лампа, которая вызывает дьявола, который рассказывает сказки на ночь. Ну, такое себе, конечно. Можно было и что-то получше придумать. Цифра 16 красуется на карте башня. Это очень часто встречающийся в культуре образ. Скорее всего, восходящий к библейской истории о Вавилонской башне. На карте мы видим горящую башню с короной, в которую ударила молния, и из нее падает два человека. Один из которых в падении роняет корону со своей головы. С одной стороны, вроде как интуитивно понятно, что происходит, случилось что-то, что привело к падению влиятельной особой с высот власти. С другой стороны, это одна из самых неоднозначных карт. Во многих старинных колодах она вообще отсутствует. Некоторые вариации игры в Таро даже не подразумевают использование этой карты. Что, впрочем, неудивительно. Ведь в первом видео я упоминал, что Таро появилась как игра знати и очень богатых людей. По всей видимости, они настолько боялись того, что изображено на ней, что даже заказывали колоды, в которых такой карты нет. Что, наверное, говорит о ее смысле куда более ясно, чем рисунок на ней. Подбор SCP-объекта к этой карте, как по мне, тоже довольно ленивый. Тут мы видим SCP-962. Башню, которая выпускает каких-то миньонов, которые разбредаются по округе и собирают различные ресурсы, относя их в башню. Ну типа там башня, тут башня. Логично. Разглядывая 17-ю карту, мы видим голую женщину. Она держит в руках два сосуда. Из одного она выливает жидкость в воду. Из другого на землю. Вокруг нее из земли вылазят молодые растения. На небе мы видим 8 восьмиконечных звезд. Одна из которых больше других. Восьмиконечная звезда называется звезда Иштор. Ее, например, можно увидеть на государственной символике такого замечательного государства, как Ирак. Так происходит от того, что иракцы считают себя потомками шумеров. Ведь когда-то потомок шумеров, ты уже не хрен собачий. А у шумеров Иштор, вернее ее ранее версия Инана, была одним из главных божеств и считалась богиней полдородия и любви. Кстати, обычно изображалась голой. Вроде все сходится. Наверное, в стране, где все поклоняются голой бабе, жить довольно весело. В SCP у нас на карте объект 2499. Звезды, которые танцуют под музыку композитора Гюстова Холста. Кажется, Санни Клоквор какой-то момент просто забила на то, чтобы искать подходящие объекты. Следующая карта, та что номер 18, называется Луна. На ней видно две башни. Те же, что и виднеются на фоне карты Смерть. Между ними идет дорога, на которой выбралась собака, волк и рак. В оригинальной колоде все примерно так же. В смысле ничего не понятно, но очень интересно. Если смотреть на карты 16 века, станет понятнее. А совсем ясно нам станет, если мы взглянем на то, как изображали греческую богиню Луны Охоты Артемиду в ту эпоху. Эту греческую богиню помещали в созвездие Рака и считали богиней Луны и Охоты. Все то же самое зашифрованное в картах Таро, но чуть более хитро. Второй 15 века, тут просто два астронома спорят. Хорошо, хоть в нарды не играют. Вот такая эволюция карты. Усанник Локворк это SCP-2762. Статуя в виде змеи на Луне, которая понемногу поглощает лунный грунт. Но объект тоже связан с Луной, наверное, этим выбор обусловлен. Похожая история с 19 картой. Это Солнце. И в ней также зашифрован греческий бог Аполлон, который бог Солнца, музыки, красоты и брат Артемиды. В колоде SCP представлен также неизвестным и таким же унылым объектом. SCP-499. Солнечный старик, который старик, который катает раскаленный шар и не умирает от его жара. Предпоследняя, то есть 21 карта, это Суд. Очередной религиозный мотив. Тут собственно изображен страшный суд, в который верят представители аврамических религий, то есть теудаизма, христианства и ислама. Суть его в том, что сначала ангелы будут трубить в трубы, потом восстанут из мертвых все когда-то умершие, после чего часть поедет в ад, а другая в рай. В разных аврамических религиях есть разные свои особенности, но общий сюжет примерно такой, как нарисовано на карте. В колоде от SCP ей соответствует один из SCP-001, тот что дети. И с этим объектом есть некоторые проблемы. Дело в том, что он сам по себе огромный, да еще и является частью довольно большой истории, которую чтобы разобрать, нужно сделать наверное несколько таких видео как это. Но в отрыве от общего контекста SCP-001 дети, это 9 детей, трансформированных в мощное оружие, способное уничтожить любую сущность. Может когда-то дойду и до этой части мира SCP. И последняя карта имеет номер 22. Называется мир. Тут снова религиозный мотив. Карта буквально цитирует откровение Иоанна Богослова, 4 главу, где описывается место, где находится трон бога. Читаем седьмую строчку. И первое животное было подобно льву. Второе животное подобно зельцу. И третье животное имело лицо как человек. Четвертое животное подобно орлу летящему. В десятой строке написано, что с богом живут 24 старца, которые вечно ему поклоняются и кладут венки перед его троном. Только вот что за женщина в центре этого венка? Впрочем, в колоде 15 века картина совсем другая. Религиозная символика пропадает. Остается некая женщина, которая стоит на земном шаре. В ее руках традиционные символы власти монарха, скипетр и держава. Всем видом она показывает, что правит этим миром. Кто эта женщина и почему ее нарисовали в таком пафосном положении, нам неизвестно. Возможно, что их владелец, а может даже и владелец. Ведь по легенде, эта колода была изготовлена для одного сумасшедшего короля, который, кстати, на средневековой картинке очень похож на то, что нарисовано на карте. В колоде от SCP это еще один вариант SCP-001. Тот, что замок. По сюжету этого объекта, это неуничтожимый камень с замочной скважиной, который по предположениям сотрудников фонда является моделью нашей вселенной. Такие дела. Канал протокола SCP. Разбираем всякую мистическую дичь. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok